Ровно три года назад ушел из жизни русский писатель Александр Солженицын. Многим он известен благодаря своей общественной деятельности, критике советского строя. Гораздо уже круг людей, читавших Матрёнин двор в круге первом. И хотя его знаменитый архипелаг ГУЛАГ и один день Ивана Денисовича практически у каждого на слуху, не всякий вспомнит, что Солженицын умер не в эмиграции, а на родине, что он являлся нобелевским лауреатом, что лишенный советского гражданства, позже получил российское. В мае 94-го на поезде, проезжая через всю Россию с востока на запад, Александр Исаевич сделал остановку в Ярославле. Тогда ему устроили восторженный прием. Мы выяснили, помнят ли Солженицына сегодняшние ярославцы. Я читала его давно, но вот сейчас я уже, конечно, не перечитывала, к сожалению. Наверное, это так вот отвечу честнее. Тогда было вообще увлечение Солженицыным, когда я была помоложе, да, и поэтому это было интересно. И поэтому мы читали. Конечно, мы делились. Просто для разнообразия читал немножко. Писал, значит, против власти. Не согласен был с властью. Интерес-то есть все равно. И писатель, и политический деятельность. Ну, наверное, больше писатель. Я бы посчитала, но очень мало времени. Продолжение следует...